Семь утра приехал Мечникова, в общем. Мне так тяжело вставать, наверное, на работу людям каждый день. Семь утра. Я уже совсем пол седьмого поснулся, сходил в душ. Пока дочухался, пока собрался. Уже без трех минут восемь. А лизы с собой тащу. Это капец. Я еле добрался. Знаете, что я так и телепа. Вот маршрутка проезжает медленно, собирает пассажиров. Но мне надо пробежаться. Я не могу, знаете, стыдно забежать, как дурак. А вдруг я не побачу, водитель. Я только пробег, знаете, бывало такое, что я бегу за маршруткой. Вот так вот у дверей уже, ну, машу-машу, он уезжает и все. То есть не видит. А люди в окно смотрят, смеются. Ну, сейчас, знаете, я в больнице. Придешь одни лечить, а найдут другие. И останешься тут. Сейчас пойду в туннель смерти. Зимние коридоры, мне что, всегда представляется, что тележку тянут с людьми вот под этому коридору. Женщина на палке. Ой, посмотрите, где-то. На БЦ лифт винеде на девятта и тастос. Вот так зажимаем. Вот так зажимаем. Вот так зажимаем. В общем, всем привет, мои хорошие, мои львы. Приехал в театр, отсиделся, отмолчался немножко. Еще надо с одним человеком встретиться. Занемевший, занемевший у меня немножко рот еще и горло. Сегодня взяли, короче, биопсию у меня со связок, там щипок взяли с одной связки. Сделали укол в задницу перед этим какой-то, брызнули в глотку чем-то, нож заморозил, аж занемело. Честно скажу, что процедура какая-то неприятная, но я толком ничего не чувствовал. То есть, ну, ощущения были такие, что как будто что-то, ну, мешало, я немножко так кряхтел. Рот открыл так, все широко там. И мне таким крючком длинным, с какими-то этими, как загибом, такой крючок залезли, да, короче, взяли щипочек. Ну, это быстро, ну, неприятная такая процедура. В общем, анализ через 7 лет, ну, от 7 до 14 дней. Да, ну, что оно там за опухоль какая-то или что-то такое-то уплотнение на связке. В общем, что-то такое, знаете, оно как чешется, вот такое кашлят постоянно хочется после этого. Сказали, там ни соленого, ни перченого, такого не есть, ничего. Так что сейчас встречусь еще с этим человеком. Фу, настроение какое-то ужасное было вот после этого. Такое обидно, так черти шучу, но так со связками. Отказался от всех съемок, которые очень положили в больницу. Отказался от всех съемок, что должен был быть в Киеве, должны быть съемки, все, полностью отказался. До 20 чисел, не знаю, насколько буду в больнице. Ну, я не лежу в палате, как в палате. У меня там место есть в палате, но я приходить, уходить буду на процедуры разные там. Не знаю, когда завтра петь спектакль, завтра буду петь «Пиратский треугольник». Приглашаю всех в 7 часов спектакль. Приходите, кто может. Представьте, кто так преди анализа, там скажут «Ой, онкология, четвертая стадия с метастазами головной мухой». Вот, кого-то порадует, да? Это ждать от 7 до 14 дней. Кошмар, что так долго анализа сделать? Не могу понять. Ну, куда-то отсылают, там, по-моему, или в Харьков, или куда-то. Да, что будет, то будет. Ну, я не думаю, что там что-то такое, прям, онкология. Врач говорит, что оно не бывает такого, прям, редко. Говорит, нам надо исключить это. Завтра буду делать УЗИ, флюорографию. У меня вечно в легких там что-то находит, какое-то затемнение в легких. Кардиограмму сделаю. Заливки буду делать, типа, уносядки. Заливки шприцом таким, так, в горло. Наверное, такой рвотный рефлекс страшный. Мне это всегда тяжело, мне брызнули сегодня. Сейчас прошло уже, а то онемело, не могло, вот так вот. Не чувствовалось ниртание, аж дождалось сюда. Причем просто брызнули, это не укол. Не знаю, чем-то брызнули. Потом какие-то таблетки две я выпил после этого. Денег ни за что не платил, ничего с меня денег не взяли в больнице. Там узнают в больнице, фотографируются, подходят. Тоже медсестры, там персонал хороший вообще. Много людей лежит, конечно, в уронкоотделении. Приходят, смотрят на меня. Думают, и я сижу. А вот сидишь, это все смотришь, думаешь, о господи. Когда в больницу не попадаешь, знаете, думаешь, что тебя это не коснется, ничего. Лежишь, я вот лежал во ферматологии в Запорожье, и там тоже такое впечатление было, что все люди с этой проблемой. Вот сейчас такое впечатление, что все там такие. Не, ну там, вот это, господи, помимо. Там с онкологией реально люди, ну, с онкологией. Горта, они там вырезают, там, ну, и все. Так что. Написали лекарство, какое купить. Сейчас встречусь с одним человеком, покажу вам. Надо хоть настроиться нормально, с кислой мордой. Не люблю, вот это, знаете, людей встречать со своими проблемами. Надо было взять на больничный театр, как правильно записывать, потому что там, если неправильно пишешь, что-то, потому что с больничным проблемой. Так рано тяжело тоже вставать, когда, я не представляю, тут же отвыть, я так, я на Жеке работал, когда. У меня уже привыкало рано вставать. И ел с утра, и тарелку супа, все подряд ел. Сейчас вообще с утра, ничего не лизать. Я поздно лег, наверное, в 2 часа с чем-то. Проснулся, вот там в 6.30, быстро в душ. В 7 часов, мне на 8 надо было быть уже в больнице. С той мочой. Баночки Топовера, короче, у тебя посуда такая дорога, короче. Топоверовские такие маленькие чашечки, такие вот с крышечкой плотной подарили мне. Ира подарила, мы с ней снимались, готовимся, ТВ-программа. И она мне подарила такие эти, я в пробирку, короче, набрал. Я не могу даже, обрезаю даже от себя вот это. То мочу в баночку закрыл, короче, в рюкзак кинул, пришел. Оно так стыдно, там говорят, ой, а мочу принесли. Я так, если она дырлятся, кажут, а да, принесли. Поставлю там, кажут, дала баночку такую стеклянную наклеена, там фамилия моя. Это, кажут, перелейте туда. Говорю, о боже, вы что? А другая кричит, да ладно, а там люди, ну, в коридорах, как бы вот это все. Она кажет, да ладно, хай, переклей ему на его баночку. О боже. Стыдно, страшно. Ну, что делать, все больницы. Мама рассказывала, когда ей перед онкологией делали, перед операцией, когда мамой онкология была, кишечника, рак. Когда промывание делали желудка, как-то там, для кишечника, вот такая, говорит, большая бутылка висела. Там вот так туалет, дверь открывается, и за дверью там такой предбанник, тамбур, короче. И она в там тамбуре сидит, под низом ведро ставит, чтобы вытекала из тебя. А вот так вот в рот как-то такая трубочка, и вот это, говорит, вот такая великая цистерна. Ну, не цистерна, как бочка, знаете, от воды. Ну, вот так как бачок. И в этом бачке вода. И вот это, говорит, оно по капельке, по капельке капает тебе в рот. Вот так рот открыт, там какая-то трубка. Я кажу, так сидю, как с креста занята, привязана, вот так. Рот открытый, труба в горле, вода долго, кажется, часа 3-4 сидела там внизу течет, сверху заливается, а люди идут вот так, кажут, дверь открыть, в туалет глянуть на меня, ой, Господи, вот так и пошли, вот так вот было, мама пережила. Мама вообще оптимистка, молодец. Я так и все. Я в это лягаю и уже ползу на клапище. Лягаю, ползу на клапище. От театра, от театра поползу. А завтра буду на сцене, 7 вечера. Приходь там. Все будет хорошо. Ты жизнь не жить все равно не будешь. В театре пусто, знаете, ой, аж мандраж. В театре пусто, никого не мать, вчера был спектакль, шум, гам, люди, зрители, волнение, распевались, все, а сегодня театр закрыт. На сцене, я так, вчера уходил со спектакль, смотрю на сцену. И оно такое, знаете, произошло действо такое на сцене. Вот произошла такой комок энергии, был на сцене. А потом все убрали, и ничего, и все рассеялось, все исчезло. Представляете? Так сейчас пусто, нема ни Игоря, ни Леши, нема ни чайника, никто не щебечет, никто не кричит, не ругается. Театр совсем другой, когда нет в нем артистов. Это не театр, это коммунальное предприятие. Приходите завтра в 7 часов на Пиратский треугольник. Очень интересно. Мне нравится такая вот, где можно поиграть, попеть. Хороший спектакль. Хороший спектакль. Надо знать, так хочется помолчать, ничего не казать, побежать просто. наверное знаете так бы и спал бы с камерой чтобы камера включилась и спать как-то не знаю тебя как-то почему-то с камерой могу разговаривать странно как мне кажется иногда это как на исповеди другие люди стесняются так что то есть обшум на камеру говорить как говорить а мне как-то насколько я открываюсь на камеру мне кажется как будто бы это такое что никто вот когда я говорю на камеру мне кажется что это никто не увидит что это как сам с собой разговариваешь вот прямой трансляции такой нет открытости все равно там сразу люди пишут тебя видят ты как-то все равно что-то контролируешь вот сейчас сидишь вот абсолютно расслабленный так хорошо вообще капец соли 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 не тревожьте солдат пусть солдат ситуация соли соля реки soo соли которая сделает editor Не потому что пушки бьют, а потому что вновь поют. Забыв, что здесь идут бои, поют шарные солови, солови, солови. Не тревожьте, солдат, пусть солдаты немного воспят. Спать хочешь? Ладно, пойду на встречу и все, всем пока. Интересно узнаю, с кем я встречаюсь или нет. Вот это мой парень. Зовут тебя Дима. Не, на самом деле это, может кто-то узнает, очень-очень похож на своего отца. Это сын Феди, что водитель сам ездит в Западную Украину, постоянно Федя. Федюнька, это его сын Дима. Его вызвали на суд на полдвенадцатого. Здравствуйте. 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 завтра одиннадцатого спектакль 7 вечера в оперный театр я буду работать а где-то галерея в Харькове прожив 7 лет только знал консерватория общежития может они что пошли сейчас в кафе посадим с Димой Федя говорит ты меня там не изменяй так что привет Федюнька тебе привет супруги а я как маму звать я забываю у меня мама тоже Танюшки привет потому что очень хорошее слово я рад что есть такие люди вообще которым тянешься и скучаешь за людьми ты всех парочеслива щенку мою не едет привет привет тебе бережи диму у нас и на руках так идем в кафешку посадим потом на суп а ты потом домой да так сведе связываться нельзя ты юрист сразу если шо до свидания так он мусорка у нас книжный рынок называется вот это вот место сцена работа это посадок туда прямо до театра так звона 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 в секунд не надо да не где вообще живешь в белой церкви да там а ты с отцом живешь или отдельно помогая вам конечно помогает как же без него это всегда молодец так как же мене сын жена очень отвергный феде мне нравится да когда поездки идем дальше там кто-то там про женщин разговариваете эти так пошутить можно ну когда мы с ним помню я вот жене брата не рассказывал были на кристинах они у тирея возводить из трех и не крестили сына там значит я сына разговаривал и она это самое кажу вас очень хороший петь я говорю очень верный он это там отвозил меня на машине это тоже могу так пошутить говорить все все но я верный говорите ни разу кажи жене своей не изменять не изменять не изменял все время так что и динка молодец а как вы еще попробуй найти да вот хороший вообще тетка просто так приятно они мне сняли видео коротенькое прислали с этого поездки каже самуэл дивись варим кашу сосиски жарим самуэлка привет гречана каша в южноукраинску с сосисками баварские сосисочки и твой любимый водитель можем полчасика посидеть полчасика погулять на набережную можно сходить а потом я тебя проведу туда куда нас тут тут посидим так ну все в общем пока погуляли зимой посидели в кафе покушали там был так на ферме что аж я передвигаю ногам да ладно так что сиденька не волнуйся это образ здоровья твоей семье ребенку так и холодно одновременно ветер холодно да на солнечке то хорошо а тут бац и ветер так нам надо на пешеходного нам на пешеходный переход ты дюнька а там я живу за 16 этажкой 2 16 этажка и квартира у меня приезжай в гости идем через дорогу да можно ждать все покажем кстати хочу вам показать этот пирог который это вчера делал очень мягенькое тесто просто обалденная мягкая на можете посмотреть вот яблоко но так вот прям аж легкая она не забитая ничего получилось рыхленькая такое можно как она вкусно холодно обалденный очень нежное тесто мне сказали что я забил тесто что ужасно и в разрезе красиво разрезаешь тут прилипло с этой стороны разрезу смотрите в разрезе пожалуйста тесто мягкое мягкое очень вкусно тесто мягкое очень вкусно так что я купил два килограмма фарша говяжьего вот он пил овощи замороженные в общем сегодня буду котлетки делать потому что заканчивать что такое овощи я половину тех положу котлетка уже одна они размораживаются котлетки его пришел 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 хозяин пришел что ты скину сюда это был специально тебе дал подстилочку на нить и валяются любишь сумелку ты любишь да выбросишь на нить ты вам не разочаруешься нет куплю таблетки сегодня куплю таблетки сегодня куплю хорошие вот эти вот таблетки надо какие-то держать в холодильнике не знаю что это ядрокортизон какой-то вот там еще другие есть понабирал там сказали постирал вот эту куртку сегодня мне нравится очень потому что знаете какие-то как пятна были непонятно какие-то пятна на спине были выстиралась вот стиралку закинул уже сухенькая можно одевать трусы короче гирлянда свитерочки кофточки вот такие балкончик оттену мужики что-то делает на ватчетах крышу появить я думаю что когда будет зима у меня вот если тут розетка вот внизу я знаете что куплю такой обогреватель маленький он 200 гривен стоит и включаешь закрываешь окна оно быстро за две минуты тут будет теплый теплый воздух и будет очень тепло сушиться белье я думаю что вреда не будет никакого что допустим зима потом перепад температуры и такой теплый воздух высушиться белье не думаю что тут ламинал прямо от этого потрескается так будет быстро сохнуть белье хотя мы уже под сухой я постирал сегодня уже все высохло так что все мои хорошие мои любимые пока еще хочется добавить феде привет огромный передать и его супруги да они сказать что у вас хороший сын мы хорошая семья я рад что я с вами познакомился что так вот стб свело нас вот я думаю что дай бог как-то мы же увидимся вместе там по возможности конечно так что вам желаю счастья любви здоровья чтобы все было хорошо Денька и Танюшка привет вам огромное пока